Добрый вечер, уважаемые телезрители! Школа номер 19. Все называют городское поселение Томилино, а мы просто говорим «томилинцы». Людмила Давидовна, добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос первый. Обычно по осени цыплят считают, а что по осени делают преподаватели? С какими проблемами или с житейскими трудностями они сталкиваются, если такие существуют в школах? Начинается год и зовется учебный. Поется в одной учительской песне, которая называется «Учительский лальс». Очень хорошая, кстати, песня. Начинается у нас, вот отсчет идет не от нового года, в январе, 1 января, а от 1 сентября. И год у нас делится от 1 сентября и до июня, пока у нас идут выпускные экзамены. Это всегда встреча с коллегами, ну, с учениками чуть позже происходит, а мы выходим из отпуска в августе. Это какие-то новости школьные, всероссийского масштаба какие-то инновации в школы всегда в это время приходят. И радостно, и очень хлопотно, конечно. Но вы не сказали грустно. Грустно? Нет, если бы не было грустно, я бы столько лет в школе, наверное, не проработала. — Я вот вспоминаю свои школьные годы, это начало 80-х годов, радость, колокольчики, у девочек белые вот такие штучки. Я уже знал, как это называется, школьное коричневое формы. У нас на алюминиевых пуговичках пиджачочки эти, красиво, хорошо. — Да, вспоминается с удовольствием это время, хоть кто-то говорит застойное. Нынешняя школа, нынешние школьники, нынешние программы, нынешние учебники, в том числе истории. Ну, вопрос, наверное, глобальный, я забыл. — Да, много вопросов. — Давайте по отдельности. Нынешняя школа сильно отличается кардинально от той школы? — Ну, в чем-то, конечно, отличается. Вот мне всегда говорят, ой, какие нынешние дети, тяжело с ними работать. Я вот, скажу вам честно, не очень ощущаю. Есть, конечно, некоторые нюансы, может быть, мы потом о них скажем, чем нынешние дети отличаются от детей 80-х годов, 90-х, 2000-х. У них есть дети, душа у них по-прежнему открытая, ко всему хорошему. Им очень хочется, если приходишь в новый класс, произвести хорошее впечатление на учителя. Это я вот из года в год наблюдаю. И до тех пор ребенок себя хорошо ведет, пока он как-нибудь не попадет в такую ситуацию, где он виноват. Если учитель пропустит мимо внимания, ну, своего он не пропустит, но, во всяком случае, не заострит внимания всех на него, он, может быть, будет дальше продолжать. А если вот его поймать, наказать, все, он начинает идти вниз. Это вот уже сколько лет я замечаю. Поэтому я максимально стараюсь, чтобы у ребенка складывалось ощущение, что я думаю о том, что он хороший. На самом деле, я думаю о том, что они хорошие. Все дети наши. Классный руководитель, когда мы обучались, самое строгое наказание у него было оставить после уроков мыть класс. Мыть класс. Самое строгое наказание было. У нас сейчас убирают уборщицы. Директор как-то молодец, сумел обеспечить это. Убирали дети у нас в класс, но не как наказание, а просто в виде дежурств. И сейчас иногда у нас бывают такие субботники, что дети убирают. У меня есть одна девочка в 11-м, она уже сейчас в классе. Это вообще такая хозяюшка будущая. Я ее спрашиваю, кого тебе нужно дать, чтобы помыть окна, допустим, во время субботника в классе, навести порядок. Она так подумает, один-два человека, а потом говорит, нет, лучше я все сделаю сама. И, представляете, приходит в субботу, не в учебное время, я прихожу в понедельник, класс уже сияет. Есть такие дети. Но это не правило, правда, к сожалению. Но как наказания нет, конечно. Таких наказаний у нас нет и не было. Про интеллектуальное развитие наших школьников. Я как-то у старшеклассника, ради интереса, может быть, ради прикола спросил, читал ли он книгу «Легенда о Брюншпиге» и Лами Гудзаки. Ну, хотел узнать, может быть, похвалиться тем, что я читал эту книгу. Читал. Был ответ у него, я спрошу, у Яндекса. А, я спрошу у Яндекса. Ну, к сожалению, сейчас наши дети действительно читают в основном через Яндекс. Когда-то раньше была проблема, чтобы на уроке у всех детей были тексты. Я, например, всегда заранее, накануне следующего учебного года, в конце мая где-то, давала списки, даю сейчас, до сих пор, даю списки, которые рекомендуемы литературой на следующий год. С пятого и по одиннадцатый класс всегда. И еще более того, я прошу родителей расписаться, что они в курсе дела, какие книги нужны детям. Ну, вот те годы, которые вы вспоминали, там, восьмидесятые, достать даже Пушкина. Все надо было доставать, и достать надо было бы даже и Пушкина. Чтобы заранее побеспокоились, и к ду знакомых, в библиотеке. Поспрашивайте, чтобы тексты были обязательно. И подчеркивали, какие тексты обязательно нужно, какие тексты прочитать, о каких написать отзывы и так далее. Сейчас, во-первых, легко купить любую литературу, но наши дети даже и этим не занимаются, а просто вот берут и выкачивают из интернета, особенно если это небольшого размера произведения. Конечно, «Войной мир» они не скачают. Ну, как-то сказать, что все прочитали «Войной мир» я не могу хвалиться, но все-таки много детей читают. Вы знаете, не все четыре тома, безусловно, но первый, второй, в общем-то, я как-то пытаюсь, ну, не знаю, заставить или приобщить, но читают. А в основном действительно советуются с Яндексом. Я смотрел список рекомендуемой литературы для старшеклассников нынешних, современных, она практически не отличается от той литературы, которая 20-30 лет назад рекомендовалась. Современная литература? Нет, не современная, а классическая. А, классическая. В том, что там есть, если только вовсе дырят даже. Ну, в принципе, вы знаете, да, вот основная, но классика есть классика, безусловно, что это основа нашей программы по литературе. И меня, например, очень возмущало, как в годы перестройки вот этой вот нашей политической такой вот нестабильности, по-моему, Зюганов где-то выступал в Думе и возмущался, что вот сейчас Пушкина не изучают, там еще кого-то, Гоголя выбросили, ничего подобного. Никогда ни Пушкина, ни Гоголя с прохода современности не сбрасывали. До сих пор. Это естественно, это же классика. Дети мои, например, вот которые сейчас в 11-м классе у меня, любят Пушкина. У меня дети любят очень поэзию Серебряного века. Серьезно, вот в 11-м классе, какой бы слабый класс ни был, вот когда изучаешь эту тему, учат стихи все. Ну, там у меня есть особая такая система, правда. Но учат все и нравится. Может быть, не все понимают. Когда читаешь первый раз им Блока, прочитаешь, спрашиваешь, ребята, поняли? А понравилось? Понравилось. Ну и слава Богу, хотя бы понравилось, хотя бы такое вот эмоциональное чисто восприятие. Литература ведомия, конечно, становится единицей. Наверное, Маяковского они сейчас не особо будут воспринимать. Вы знаете, Маяковский один из моих любимых поэтов. Тоже, кстати, поэт Серебряного века. У меня, ну, может быть, это не скромно, но у меня интересно, проходят уроки по Маяковскому. Кроме того, я не знаю, там, было ли у вас в вашей какой-то информационной справке. Я же еще до учителей издаю уже много лет, где-то с... Я вас перебью, написано «Школа классики». Да, да, да. Так эта серия такая есть, книг для учителя и ученика. Называется «Школа классики». Это методички такие специальные? Это не методички. Они построены таким образом. Там сначала идет основной текст, то есть, ну, тот, который необходим в школе, и там чуть-чуть по внеклассному. А затем идет целая серия материалов в помощь учителю и ученику. Ну, например, краткая биография, комментарии, темы рефератов, сочинений, очень интересные вопросы, проблемные, ну, и так далее, и тому подобное. Вот это такая структура. Очень удачная серия, хочу сказать, недорогая была. Сейчас вот они ее много лет переиздавали, но вот что-то в последние годы я уже не вижу, чтобы переиздавали. И еще у меня небольшие такие книжечки издательства «Дрофа». Тоже называется не «Школа классики», а как же она называется? Вот серия «Забыла». Даже свои книги забыли. Нет, там серия, книги-то я помню. И вот там у меня есть книжечка небольшая о Маяковском. Вот я не знала, чтобы задать вопрос, а то я вам ее принесла и показала. Я Маяковского сама люблю, потому что моя учительница в 10-м классе вот сумела нас еще в те годы, я в 65-м первом, по-моему, закончила школу. Вот тогда она еще сумела нас познакомить и с Блоком, и с Есениным. Но Маяковского, свою любовь к нему, она нам тоже привела. Потому что о Маяковском я, например, начинаю рассказывать сначала не как о поэте, а как о человеке, как о очень остроумном. Как о человеке, который всю свою жизнь, как он говорит, стою огнем обвит на несгораемом костре немыслимой любви. Я рассказываю его любви к Лиле Брико, любви к другим женщинам, показываю, что у нас есть презентации по Маяковскому. И ребята интересуются сначала личностью, потому что он был актером, что он был очень талантливым художником, разносторонней личностью. Потом читаю стихи, например, вот послушайте, ведь если звезды зажигают, раннюю лирику в основном, хорошее отношение к лошадям. Нравятся ребятам, вы понимаете? Ведь Маяковский, когда сам читал стихи, все его понимали. Многие ведь его не любят, потому что не понимают, как однажды на вечере в Политехническом музее кто-то из зала ему крикнул, Маяковский, вот мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли. Он ответил, нужно иметь умных товарищей. Это все. Вот ребятам это нравится. А потом уже мы начинаем. Но сейчас, вы знаете, это вот, вы, может быть, задали вопрос, потому что в 80-е годы учились. Тогда же что у нас было? Стихи о советском паспорте, о людях Кузнецка и Кузнец-Строе, поэма «Хорошо», да? Сейчас программа по Маяковскому совершенно другая, хотя я и в те годы обязательно знакомила с ранней лирикой Маяковского. Сейчас в основном ранняя лирика. И сейчас я знакомлю с поэмой «Хорошо», только в обзоре так немножечко говорим. Вообще-то я стараюсь привить мысль, что Маяковский един. Я много про Маяковского, наверное, говорю, да? Слишком. Давайте я добавлю. Люмила Давидовна, буквально несколько месяцев назад несколько классов Люберецких привели в Люберецкую администрацию на последний этаж. Там хранятся архивы, начиная еще с тех самых времен, 1870-е какие-то годы. Там даже метрики церковные есть. В Люберецком районе, да? Да. И нам показали паспорта разных эпох. И тот самый паспорт, когда Маяковский написал про сертификат бесценного груза, я посмотрел на паспорт именно тех годов, он оранжевого цвета, такого морковного, представляете? Морковного? Ну, он писал, читайте, заведуйте, я гражданин Советского Союза, да? И там написано, вынимаю мою краснокожую паспортиву. Я смотрю на паспорт и тут же вспомнил Есенин, Маяковского. И Есенин вспомнил тоже. Вот видите, как даже великие поэты ошибаются. Она была оранжевого цвета, да. А может быть, выцвела. А может быть, выцвела действительно. Любовина, я знаю, что вы с вашими детишками не только занимаетесь словесностью, как он называет вас, ваши последователи, учитель словесности, вы с ними очень часто объезжаете не только подмосковные города, но даже вас и в Питер иногда заносит. И Питер, и Великий Устюг, и на Украину в свое время я возила замечательный заповедник, есть Ольвия, где сохранились раскопки, вернее, там сейчас раскопки, а вот сохранились черепки еще древних греков. И ребята там находились с таким восторгом. Много ездим с ребятами, да. А уж под Москвой все. А зачем? А зачем? Это же трата денег, как сейчас скажут, лишние. Трата денег. Ну, вообще, конечно, сейчас нет бесплатных экскурсий. Вот в свое время, у меня же школа на птицфабрике находится, и вот до 80-х там годов где-то, надо сказать, что администрация птицфабрики нам всегда в конце года устраивала поездки. И профсоюз, наверное. Профсоюз, наверное, да. Мы и в Прибалтику ездили с ребятами. И по всему Советскому Союзу могли поездить. Вот. Но сейчас нет, конечно, это все за счет родителей. Ну, я вот как-то убеждаю своих родителей. У меня вот в этом классе замечательный родительский комитет, который, вот с помощью которого удается уговорить родителей, что это необходимо детям. Что помимо того, что это расширяет кругозор и приобщает к нашей культуре, которой мы имеем право гордиться, о том, ведь мы очень часто вот дети в ближнем Подмосковье, в Москве знали, в те, во всяком случае, знают ЦУМ, ГУМ. И не знали ни об одном музее. Вот. И я стараюсь обязательно приобщить их к нашим культурным таким центрам и к православным центрам. Вот мы вот с этим вот последним пятым классом начали. В пятом классе у нас тоже традиция такая в классе. Мы прям после линейки школьной, день знаний, мы куда-нибудь отправляемся. Ну, за счет родителей, хочу сказать. И в конце учебного года у нас обязательно поездка куда-нибудь такая, на природу, как мы говорим, но совмещаем приятное с полезным. Вот дети мне напомнили как раз в прошлом году, я что-то забыла, говорю, куда мы в прошлом году-то с вами ездили. А мы ездили в Мелихово. Ну, потому что Чехов, конец 10 класса. А в позапрошлом в Ясную Поляну. Обязательно вожу детей в Бородино. Но там есть такой замечательный праздник, в сентябре, праздник Оловянного солдатика. Реконструкция Бородинской битвы. Вот в этом году будет особенно, в 12-м году актуальная будет. 200 лет? 200 лет. Да. Вот. В Петербург. Дети. Не знала, что об этом спросить. Вот с этим классом я ездила, когда они были в 7-м классе. Вот, кстати говоря, они хотят каждый год, но каждый год мы собираемся ехать. Набирается человек 7-8, а надо хотя бы 20, чтобы группа была. Нет денег дорого ставить. Цель экскурсии стоит дорого. Вот. Они прямо спят и видят поехать в Петербург. Сильнейшее впечатление на них эта поездка произвела. И они, когда мы уезжали в автобус прямо, написали оды Петербургу. Да. Замечательные такие. Хвалю тебя, великий город. И в этом, в пушкинском таком стиле. Но и свои такие детские, наивные, но очень искренние, очень эмоциональные такие стихи написали Петербургу. Много у нас фотографий по Петербургу. И дети фотографируют, и я, и на видеокамеру снимаю. И потом это такая замечательная память. Вот сейчас кстати, родители в одиннадцатом классе осознали это очень хорошо. Ой, у нас ведь столько материала. Когда будет выпускной вечер, мы все это обязательно продемонстрируем. Тем более, у нас один класс не затянется. Завтра, вот, например, я еду в театр смотреть Вишневый сад в Амхате с одиннадцатым классом. Предполагается, в этом году я сказала, вот еще родительское собрание будет только на той неделе. Ну, с родительским комитетом я обговорила, и они уже обзвонили родителей, что нам надо посмотреть три спектакля. Это вот на дне Горького, по программе одиннадцатого класса, и мастер и Маргариту. Там, говорят, очень хорошая постановка. Откликаются. Но это все большое спасибо родителям, скажу вам честно. Они говорят, спасибо мне, что я их вывожу. Кстати, некоторые родители, и многие ездят с нами. И говорят, спасибо, Людмила Давыдовна, что вы нас вытащили. Потому что, конечно, все заняты работой, как вы говорите, поздно вечером возвращаются. Вот. Некоторые просто не знают, что такие места существуют. И родители приобщаются тоже. И ездят с нами с удовольствием. Людмила Давыдовна, смотрел я видео, которое вы принесли до эфира. У вас очень много театральных постановок происходит в школе. Дети-актеры? Дети хорошие актеры. Вы знаете, у нас действительно очень талантливые дети. И просто диву, даешься, в другой раз, как они великолепно играют. Ну, много мы ставили спектакль в свое время. К нам приезжает актриса, которая ведет такие интерактивные спектакли. Она вовлекает детей еще в спектакль. Вот прямо импровизационно они играют. Совершенно с ходу. И даже самый какой-то вот, казалось бы, ребенок слабый по учебе, вдруг совершенно неожиданно открывается именно как актер. Талантливые, правда, талантливые детки у нас. Вы уже не первое десятилетие преподаете, да? И с детьми вы часто посещаете православные храмы, монастыри. Ну, по фотографии видно, что девочки в платочках, в юбочках. Стали кто-нибудь быть священником после окончания школы, не знаете? Нет, нет, никто священник. Нет, вы знаете, из нашей школы стал один ученик, но это, к сожалению, не мой ученик. У нас учитель физики, и ее сын, совершенно было неожиданно для родителей, он после окончания какого-то технического вуза вдруг пошел, это уже... Он сейчас служит уже Левинском храме Иоанна Кронштадтского. Это вот ученик, да, простите, это не нашей школы, это учительница нашей школы. Вот нет, священником у нас никто не стал. Я к чему-то все подвел. На фотографиях очень много мест и пейзажей, где ваши дети присутствуют и все время в платочках. Вы знаете, что я не имею права навязывать кому-то взгляды православные, допустим. Я стараюсь... То есть, ну, на это надо брать благословения у батюшки, и вообще это только церковные служители, наверное, имеют право. Я подхожу в этом плане, как к нашей общекультурной традиции. Я считаю, что если это русская школа, то вся культура наша, она основана на русском православии. У меня как-то вот был урок, я вам говорила по Шмелеву, по книге «Лето Господне». Очень интересный такой урок в пятом классе мы проводили, очень помогли родителям, мы, по рассказу его постный рынок, сделали такую, знаете, реконструкцию постного рынка. То есть, дети принесли с помощью родителей, конечно, я с ними передавала. Квашина капусты? И капуста, и огурчики, и грибочки солёные, и мёд. И там есть такая фраза «всюду баранка». У нас весь класс был завешан баранками. И когда мы проанализировали рассказ, мы повернулись, сзади были накрыты эти вот столы, демонстрирующие те дары, которые были на этом постном рынке. Дети отправились уже вкушать эти дары, потому что наглядность, она во всём должна проявляться, в том числе и в этом. Вот. Но и мне, когда я об этом уроке где-то давала какой-то мастер-класс, мне подошла одна учительница и сказала, ну вот как, а вот у вас, может быть, есть дети других религий. Я объяснила так, понимаете, и вот родители могут возражать, если они перевели детей в нашу школу, они должны понимать, что вся наша культура, абсолютно вся, и в особенности литература, она несёт в себе православный идеал. Начиная с древнерусской литературы, и, как это ни странно может покажется, даже современные писатели, они все исповедуют этот православный идеал. Поэтому, как приобщение к нашей духовной культуре. Сейчас в школах ведётся такой урок, вы знаете, может быть, духовное краеведение Подмосковья. Не слышали? Пока нет, к сожалению. В Живерецком районе во многих, может быть, даже во всех школах. У нас только в этом году первый раз мы начинаем эту работу и попросила администрация меня вести этот урок. Вот я начинаю с седьмого класса. Есть учебники, есть методические, но я вот только-только начинаю. Только начинаю, поэтому ещё ничего не могу сказать конкретно по этому предмету, чем-то поделиться какими-то. Но вот такой предмет есть. И там на первых страницах учебника как раз объясняется. Во-первых, очень тактично говорится о том, что у нас Россия страна многонациональная, что у нас очень много других религий. Все они там приводятся. Кстати, когда-то мы ездили на экскурсию по Москве, по всем храмам, не храмам, как это лучше сказать. Ну, в общем, все конфессии мы посмотрели. Мы были в мечети возле Олимпийского, мы были в синагоге, мы были в католическом храме. Естественно, мы были в храме Христа Спасителя. На Рязанском проспекте ещё есть резиденция патриарха старообрядческого. Старообрядцев нет. Мы не смотрели. Вы знаете, какой-то ещё, я забыла, храм. Крышнаиты? Нет. Протестантов или... Баптистов. Ну, что-то вот, да, что-то баптистов какое-то тоже мы посещали. Поэтому вот эта толерантность, вот эта вот терпимость, конечно, это наша задача перевивать детям. Но всё-таки надо помнить, что если мы пришли в нашу школу, в русскую школу, да, и перевели ребёнка, то в основе всего лежит вот этот православный идеал. И об этом как раз вот в духовном краеведении Подмосковья на первых страницах учебника как раз и говорит, что это вся наша культура. И в музыке, и в живописи, и везде этот идеал так или иначе он отражается. Людмила Давидовна, читаю маленькие вехи вашей большой биографии. Дважды победитель национального проекта «Образование». Рассказывайте. Какие темы вы освещали и что у вас получилось в итоге? Вкратце не расскажешь. Как Брежнево, да, дважды герой. Давайте я начну, наверное, с того, что в 2000 году я участвовала в конкурсе «Учитель года». Уговорил меня директор, не знаю, до этого 10 раз мне предлагали, я категорически отказывалась. Это был 2000 год, рубеж, тысячелетий. Я не знаю, как ему удалось меня уговорить. В общем, я согласилась поучаствовать и стала победителем в Люберецком районе. Потом на область, надо было представлять район на области, стала лауреатом. Спустя некоторое время лауреаты этого конкурса образовали клуб учителей, победителей лауреатов конкурса «Педагог года Подмосковья». Вот я, сказать, у истоков этого клуба была, и до сих пор он существует. Очень ведется интересная работа. Мы проводим теперь уже на плечи клуба вот этот конкурс в Подмосковье. Кстати, вот где-то в октябре уже будет этого года конкурс проходить. Я в жюри теперь этого конкурса. — Мастодонт? — Не говорите, вот как хочется говорить в эфир, ну как свадебный генерал вести. Вот я присутствую даже знаю теперь. Ну и, конечно, мы проводим огромную методическую работу, потому что два раза в год этот клуб выезжает в районы Подмосковья. Где-то такой педагогический десант человек 30-40, может быть, больше я не считала, потому что с каждым годом же увеличивается количество этих победителей. Вот прошел год, и сразу лауреаты вливаются в наш клуб и победители. И мы на площадках других школ, других районов у нас дают открытые уроки, мастер-классы проводят. Поэтому накопился большой-большой методический материал. Есть с чем выходить. Ну плюс печатаюсь, я печатаюсь до сих пор. У меня последняя книга вышла «Москва в русской литературе 19-20 веков». Печатаюсь в учительской газете, в сборниках наш клуб выпускает раза два в год, иногда один раз в год. Сборник, победители, лауреатов, тоже методические материалы там. То есть большой такой вот собрался материал. Плюс работа живая в школе. Вот меня уговаривает опять администрация. В но в 2007 году согласилась, честно говоря, думала, что уже, конечно, не буду участвовать. Что представляет собой нацпроект? Там целый ряд таких вот установочных материалов есть. Но это главное – отчитаться за свою работу за три года. Там очень много критериев. Там и методические какие-то вопросы освещаются. Ну, например, концепция, моя методическая концепция, педагогическая философия, использование различных методов обучения, в том числе ИКТ, это у нас называется информационно-компьютерная технология. Ну, что там еще? Работа с классом, там работа классного руководителя освещается. Учитываются и печатные работы, и участие в конкурсах. Вот, наверное, по всему. Поэтому вот я участвую, и благодаря тому, что по многим критериям очевидно, там большие баллы бывают. В этом году как-то мне даже неудобно было, когда предложили поучаствовать второй раз. Мне так подбудрилось, говорят, так некоторые третий раз участвуют. Только Бог любит Троицу. Да. Ну, я, честно говоря, даже, в общем, и не рассчитывала, что он федеральный уровень. Я выйду, я думаю, ну, хорошо, я в об... Как это было вот с конкурсом учитель года? Ну, я в районе поучаствую, и все. Я не думала, что мне придется ехать в область. Ну, вот, спасибо детям, во-первых, потому что я второй раз участвую с теми же самыми, собственно, детьми. Вот в 2007-м это были те же самые дети, мой класс. И вот в 2011-м тот же самый класс. За последние три года отчет. Людмила Давидовна, давайте в этом году мы с вами еще встретимся и продолжим нашу педагогическую поэму. Хорошо? Уважаемые трезвители, это была программа «Откутый диалог». Всего доброго.